В Буе начинается подготовка к организации площадки для выгула домашних животных. Одна из таких территорий должна появиться на улице 10-й годовщины октября, 26. Фракция Всероссийской партии «Единая Россия» Думы городского округа город Буй выступила инициатором проекта по благоустройству именно площадки для выгула и дрессировки собак. Проблема места выгула в нашем городе до сих пор существует и доставляет массу неприятностей, как и для самих собаководов, когда ты идешь гуляешь и получаешь оплеухи. И естественно для тех, у которых животных нет и которые недовольны тем, что и дети играют, и тут же собачка играет. Ну да, есть свои большие минусы. Поэтому мы в прошлом году, в прошлом году наши собаководы-любители на Аллее Победы, которые встречаются и выгуливают своих собак, вот кстати, что неправильно и не должно быть такое. Мы приглашали Александра Чаральникова, на то время он был глава администрации, для того, чтобы попросить, то есть мы написали обращение, подписали его и попросили нам помочь решить данную проблему. В принципе, он пообещал, что как только будет определено место, то есть он нас поддержит. Вот год, то есть я взяла инициативу, скажем так, в свои руки, год я подбирала места, привозила вот с архитектуры, садила с городского хозяйства, показывала места. И вот, скажем, вот в этом году получилось так, что вот именно это место было согласовано именно архитектурой города. То есть, в принципе, оно подходит, как бы 400 квадратных метров, то, что вот по Санпину от 400 квадратных метров, и, скажем, зона такая, что незатопляемая и, скажем, ну, немноголюдная. Вот, и мне вот потом, значит, дали для того, чтобы уже, скажем, быть на 100% уверена в том, что у нас не будет проблем с данным местом. Вот, мне дали вот такое вот согласование по предприятиям, то есть я вот эти предприятия, все железнодорожные, тепловодоканал, вот, управляющую компанию, энергоресурсников, то есть я вот еще таких всех проехала. Вот, они, естественно, что по карте посмотрели, что никаких коммуникаций, нигде мы ни что не повредим, то есть никаких проблем впоследствии установки, когда будет установка данной площадки, не будет, то есть они нам дали добро. Вот, поэтому мы сейчас вступаем в программу, вот, местные инициативы. Ну, естественно, что надо будет софинансирование, но это, думаю, мы эту проблему решим. Цель, которую поставили перед собой активные жители нашего города, это повышение кинологической культуры и гражданской активности собаководов, обеспечение чистоты и порядка на территории Буя. Проект предусматривает благоустройство территорий и монтаж функциональной площадки для выгула и дрессировки собак. Вообще в городе, да, сложно жить, мало того, что с животными, но и с людьми, с соседями трудно найти какой-то общий язык, а тем более, когда твои соседи – это четвероногие, естественно, компромиссы найти очень сложно. И большие и маленькие собачки, они, конечно, для кого-то доставляют радость, да, в городе, для таких, как мы, а для кого-то и определенные неудобства. Поэтому однозначно нужно искать компромиссы и для тех, кто любит собаки, для тех, кто не очень любит такое некомфортное соседство. Поэтому считаем, что обязательно нужна площадка для выгула собак, потому что если вы ответственные заводчики, то есть вы не имеете права гулять ни на спортивных площадках, ни на детских придворовых там территориях площадках, 25 метров от жилых домов. Но в черте города это действительно очень сложно. Это приходится собаку сажать там на короткий поводок, до какого-то кустика дошли и разворачивайтесь, сидите домой. Ни о какой дрессировке, ни о каком свободном там движении собаки, естественно, речь не идет. Поэтому площадка для выгула – это то, что на сегодняшний день, наверное, очень важно, очень актуально. И еще раз повторюсь, наверное, даже не столь актуально для тех, кто любит собак, а для тех, кто испытывает неудобства, потому что на самом деле их тоже понять можно, этих людей. Когда идем и в частном секторе, очень часто обижаются, что, ну, зачем вы ходите по нашим там придворовым территориям. Поэтому хотелось бы, чтобы была та территория, где собак можно было бы отпустить с поводка, чтобы они пообщались друг с другом, подвигались. Поэтому наше мнение таково, что это нам нужно. Какая порода у вас собака? У нас бигль. Бигль. Да, собака небольшая, как бы для города, но небольшая, 48 в холке, но очень активная собака. Вот, конечно, мы выезжаем с ней и в лес, и на реку, для того, чтобы он подвигался. Но в то же время на неделе в городе приходится выгуливать и за велосипедом бегать. Да, если бы была бы площадка, мы бы, конечно, более комфортно существовали бы вместе с ним. На площадке еще можно будет познакомиться с другими собачниками? Конечно, конечно. Ведь мало того, что обменяться опытом, потому что породы, все породы разные. И специфика, очень важно узнать при воспитании, да, а как одна порода реагирует там на те или иные факторы жизненные, как другая. Поэтому важно и для людей, наверное, прежде всего. Правила выгула собак, их никто не отменял. И правила собаководства их тоже никто не отменял. И вот даже улица, она не является местом для выгула. И мы это все прекрасно понимаем, поэтому всячески пытаемся как-то туда пойти, к речке пойти, куда-то уйти, где поменьше людей, чтобы избежать каких-то конфликтов. Конечно, это все неудобно. Да и самим-то животным, то есть им тоже надо общение. Вот вы видели сегодня, то есть им надо дружить, надо бегать, надо как-то, ну, в общем-то, проводить время, не только с папой, с мамой, скажем так, да. То есть они тоже хотят общаться. Это раз. И вот такая площадка для выгула собак, она еще прекрасным станет вот платформа для общения. Понимаете, это и, скажем так, у кого опыт есть, да, по воспитанию собак. Вот сейчас в нашей команде, вот кинолог вот тоже учится. Это и, ну, как сказать, то есть по здоровью. Потому что все у нас как бы готовы своих животных, то есть и лечить, и деньги большие тратят. Они ездят и в Вологду, и в Ярославль, и в Баново, и в Москву. И все равно кто-то что-то привозит, и, к примеру, да, там какая-то была проблемка, им получилось, скажем, ее решить. И при общении, то есть она сможет, допустим, да, тот человек помочь другой собачке. То есть это, ну, действительно дорогого стоит, очень дорогого стоит. Поэтому и к тому же, когда она будет современная площадка, то есть мало того, что можно, да, выгуливать, можно будет рисировать, то есть можно проводить те же выставки собак. Представляете, у нас же вообще красавчики по городу ходят. У нас вот королевский пудель есть, такие вообще шикарные, все ухоженные, но это же интересно. Вот, и я скажу еще более того, что даже вот, когда ты вот идешь с собакой гуляешь, да, вот эти детки вот маленькие, им же вообще-то собачка, это же вообще, они там ручки-то тянут. Ну, естественно, что мама с папой это все запрещают. А тут, когда это все будет благоустроено, то есть, да, это все будет за сеткой, и даже остановиться и посмотреть, как проходит дрессировка, вот для детей, мне кажется, они вообще испытают такой кайф. То есть, это же вообще там собачка прыгает, да, там какие-то движения делает. То есть, я считаю, что здесь будет, ну, действительно, очень большой плюс, очень большой плюс вот для всех. Для сторонников, скажем так, вот данной площадки, то есть собак, скажем, любителей собак, и тем, кто, скажем, ну, против. Вот, например, вот на Аллее Победы там же поступали жалобы о том, что собак утром выгуливают, они лаят, то есть, люди спят, а выгуливают очень рано, кто-то пять часов выходит, кто-то шесть часов. Как правило, это ни одна, ни две собачки, то есть, они все равно развятся, они все равно вот гавкают. То есть, конечно, это все акустика, и все это мешает, и здесь вообще прекрасно, то есть, все. То есть, проблема будет решена. Поэтому я, конечно, очень надеюсь, что все-таки нас, вот мы пойдем на этот конкурс, то есть, мы получим добро именно с администрации, вот Игорь Саныч нас поддержит, ну, и, естественно, что Кострома. Потому что я вот сейчас тоже подготовила пакет документов, я описала социальную значимость именно данной площадки, вот, и я считаю, что она должна быть в нашем городе. На данный момент в городе нет ни одной площадки для выгула, хотя концентрация владельцев собак очень высокая. На каждые десять квартир есть как минимум одна с собакой. При таком количестве домашних питомцев просто необходима специально огороженная территория для их выгула. Ведь для организации нормальной жизни необходимо учитывать интересы всех слоев населения, проживающих в нашем городе. Создание такой площадки решит многие социально-бытовые проблемы и конфликты между владельцами собаки и остальными гражданами, убрав само проблему их возникновения. Так, молодые родители и собаководы достаточно часто вступают в прения. Основной темой конфликта являются собаки, находящиеся на детской площадке или гуляющие вблизи от нее. Любая, даже маленькая собака может напугать ребенка, облаяв или прыгнув на него. Кроме того, у некоторых детей может быть аллергия на животное. Наличие экскрементов на прилежащей территории тоже добавляет свою ложку дегтя, ведь дети играют не только на детской площадке. Собак действительно выгуливать негде. Если поднимается вопрос об уборке, убирать надо по всему городу, независимо ни от чего. Но опять же хочу сказать, вот на данный момент выгуливать собаку негде. Мы уходим далеко, и все равно мы проходим по публичным местам. Люди жалуются, что рядом с детьми. И опять же, если будет площадка, я и смогу дать нагрузку своей собаке. И, соответственно, дома будет вести себя лучше, что тоже для соседей полезно. Нет, в любом случае, в любом цивилизованном государстве присутствуют места для выгула собак. Именно для того, чтобы могли и собачники пообщаться, и собаки социализироваться, что тоже на пользу. И давайте вообще говорить даже о воспитании будущего поколения, где понимание, толерантность, забота о ближних. У нас этого ничего нету. У нас каждый сам за себя. Поэтому, как таковое, я не вижу минусов, одни плюсы. У меня до этого была маленькая собака. Сейчас достаточно среднего размера, но достаточно большая. Я хочу сказать, что общаться начала я как раз с собачниками на данный момент. И мы находим выход из положения. Мы можем договориться. И, насколько я знаю, опять же, в больших городах, там, где есть площадки для выгула собак, договариваются. Тем более, все мы работаем в разное время. Крупные собаки встречаются в одно время, мелкие в другое. Тем более, мелкие, в основном, все-таки у пожилых людей. У людей, может быть, имеющих больше свободного времени. Но, во всяком случае, все равно можно договориться. Потому что, на самом деле, мы не умеем воспитывать своих собак. Ну, самые базовые, конечно, навыки. Там мы читаем все в интернете, и статьи, и все остальное. Но каждая статья, даже того же любого кинолога сводится, что сводите собаку в школу для собак. Сводите к кинологу. И онлайн-мастер-классы, они не помогут. Только очная встреча. Я говорю, у меня целый список вопросов. Так что я за, за приемлемую плату с удовольствием. И как раз для этого тоже нужна площадка. Потому что где же мы будем тренироваться? Не в том же дворе, где у нас детская площадка. Или где-то мы собираться на затворках. Или, например, как мы уходим все на берег реки, так там также и рыбаки, и люди, которые пришли отдыхать. И мы со своими собаками там же. Для животных очень хорошо. Если будут все снаряды, как обещали, даже кинолог будет. Общение с животными между собой. Это раз. Второе, что немаловажно, общение с заводчиками животных. Это вообще классно. У всех общие интересы в плане разведения всяких пород. Маленьких, больших. Болеем все. Даже вот чисто общение, как полечить и чем полечить, тоже. Ну, где мы можем? Ну, потому что замечательно. Если будет благоустройство, это будет хорошо. И летом, и зимой. Ну, естественно, мы все это будем чистить. Все это будет прибрано. Ну, не знаю, только за. Готовы ли вы вообще лично помогать благоустройству? Готовы, да. На 100%. Я, муж, сын. Субботники? Да, и он. И он. Собак в нашем городе предостаточно. Животному, которое постоянно находится в заперти, просто необходимы прогулки на свежем воздухе. Все мы прекрасно знаем то, что собак нужно выгуливать не менее двух раз в день. Стоит отметить, что улица является не самым подходящим местом для выгула. Можете ли вы себе представить, что на одной площадке играют дети и выгуливаются, и дрессируются собаки? Для этих целей оборудованы специальные площадки для выгула собак. Это позволяет не только содержать город в чистоте и порядке, но и идет на пользу животным, поскольку территория грожен и благоустроена специально для них. Я считаю, что для нормального развития регулярные тренировки животным просто необходимы. Некоторые породы собак в силу большой подвижности и энергичности просто не могут существовать без ежедневных прогулок и дрессировок. По программе, по данной программе, то есть вот 5 процентов, 5 процентов, ну я по цифрам скажу, к примеру, вот если данная смета, которую сейчас нам делают, к примеру, составит миллион, к примеру, я не могу сказать плюс-минус, то наше софинансирование, то есть инициативная группа, она составит 5 процентов, то есть 50 тысяч. Сейчас я, конечно, не готова точно сказать, возможно ли, да, вот какую-то там, ну то есть нам в любом случае, наверное, придется как бы искать деньги, но думаю, что будет все-таки дан клич, все-таки провести хотя бы несколько субботников, потому что вот сейчас вы увидите то, что здесь остатки старого дома, это вот дом 25 был, поэтому, конечно, было бы здорово, чтобы вот помимо того, что я хочу и мы хотим, то есть люди пришли и приложили также усилия, свое время, свое желание что-то сделать. И я так думаю, что если проект наш займет, то есть будет одобрен в Костроме, то информация о субботнике, но я так думаю, что в этом году вряд ли что-то будет, это уже будет на следующий год, и то есть надо будет следить на сайте, на сайтах, вот и актуально будет, 21 канал, о том, что, допустим, будет проводиться субботник, там какие-то кусты убрать, да, срезать, что-то там спилить, то есть что-то убрать, что-то погрузить, но это будет уже потом в процессе, поэтому я, конечно, буду тоже очень надеяться, что придут, я больше чем уверена, что придут.